Всем привет! Наверняка многие из вас хоть и раз в жизни производили ремонт дома или же помогали в этом старшим. Зная, что дело это нелегкое, мы собрали для вас несколько лайфхаков, которые, надеемся, помогут быстро и без труда решить некоторые задачи. При строительно-монтажных работах часто возникает необходимость закрепить друг к другу два деревянных материала. Как обычно, такая процедура не обходится без гвоздей, но в результате острый его конец пробивает дерево насквозь и торчит с обратной стороны. Многие из нас просто загибают конец молотком, что является небезопасным, а также ослабляет крепление. Чтобы эта процедура привела к более эффектному результату, предлагаем усовершенствовать ваш молоток. Для этого возьмите насадку для шуруповерта чуть больше диаметра гвоздя и просверлите неглубокое отверстие на верхней стороне бойка. Это должно выглядеть вот таким образом. В следующий раз просто используйте это отверстие как рычаг и с помощью него загибайте конец гвоздя. Согласитесь, такой результат намного безопаснее и выглядит эстетичнее. Если вам приходилось сверлить отверстие на поверхности кафеля, то вы знаете, что кончик сверла всегда норовится скользнуть с заданной точки, тем самым делая эту задачу почти невыполнимой. Как ни странно, решить эту проблему вам поможет малярный скотч. Достаточно наклеить его небольшой кусочек на место сверления, и это не позволит эстрию сверла скользить по гладкой поверхности кафеля. В результате чего мы получим почти идеальное отверстие. Остановимся на самом малярном скотче. Почти всегда процесс поиска конца этой чудо-ленты имеет способность вмиг превращать безобидного человека в некое существо, ненавидящее все и вся. Чтобы эта процедура утратила свои негативные черты, в следующий раз, когда отыщите кончик, согните его под углом в 90 градусов и оторвите необходимое количество. Благодаря этому способу кончик скотча останется незаклеенным, и вы забудете о проблеме его поиска в будущем. Наверняка у вас имеется вот такая типа связка ключей, из всего числа которых чаще всего используете только один. Чтобы каждый раз не искать подходящий ключик, предлагаем его немного прокачать. Для этого возьмите сверло по металлу, установите его в шуруповерт и нехитрым образом хорошенько закрепите. Кстати, этому меня научил дед. Далее поставьте ключик на твердую поверхность и проделайте еще одно отверстие рядом с основным. Должно получиться вот так. Остается вдеть ключ в кольцо связки именно в это отверстие, и все готово. Теперь при свободном висячем положении связки необходимый ключ будет выделяться из общей массы, и вам не составит труда отыскать его даже в темноте. Строительная рулетка – незаменимый инструмент для измерения длины любой поверхности. Но все мы испытываем некоторые затруднения при измерении длины до проема или угла. Трудно довольно-таки точно найти точку изгиба. Оказывается, все, что вам нужно для решения этого вопроса, находится на обратной стороне рулетки. Многие из них имеют информацию о длине корпуса с точностью до миллиметра, что дает возможность без погрешности определить длину до точки изгиба. Если при замере отметка показала 52,6 см, то вам нужно добавить 7,8 см, и, соответственно, длина до точки изгиба будет равна 60,4 см. Если вам дали задание покрасить небольшую поверхность, а портить для этого новую кисточку особо не хочется, то возьмите палочку от мороженого и поролоновый уплотнитель, который продается в любом строительном магазине. Отрежьте от него небольшой кусочек и, оголив липкую сторону, закрепите на вершине палочки, как показано на видео. В итоге у нас получится самодельная кисть, после использования которой вы можете легко расстаться с ней, а точнее с ее поролоновой частью. Также вместо поролонового уплотнителя можно использовать губку для мытья посуды и обычную бельевую прищепку. Достаточно отрезать от нее некоторое количество и, прищемив ее прищепкой, использовать эту конструкцию вместо кисти, которая, кстати, не хуже справляется с этой задачей. За два года использования шуруповерта у нас собралась целая коллекция сверел для него. Они хранились в черном чемоданчике, и чтобы найти нужное из общего числа, приходилось немного повозиться. Но все изменилось, когда наш сосед посоветовал использовать вместо футляра небольшой брусок дерева. Итак, берем любой из насадок, вставляем шуруповерт и сверлим отверстие глубиной в несколько сантиметров. После чего снимаем ее и устанавливаем в ранее проделанное отверстие. Повторив то же самое с остальными, мы получили вот такой вот самодельный органайзер, из которого очень удобно доставать необходимый инструмент. Вот такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова